Добрый день, уважаемые коллеги! Сразу хочу сказать, что в данном сообщении содержится информация, в том числе и о незарегистрированных препаратах и комбинациях на сегодняшний день в Российской Федерации. В такой эволюции лекарственного лечения почечноклеточного рака мне представляется, можно выделить два таких очень важных периода. Первый период занял 6 лет, практически он начался в 2006 году, и за 5-6 лет появилась целая армия действительно эффективных в сравнении с интерфероном, тогдашним стандартом терапии метастатического почечноклеточного рака, эффективные тирозинкиназные ингибиторы, которые, конечно, существенно улучшили возможность лечения этой опухоли. А вот дальше, по мере накопления опыта и наших знаний, в общем, стали понятны и слабые стороны препаратов этого типа. Достигла плата эффективность, очень небольшая частота полных ответов, резистентность или первичная, или повторная у большинства пациентов, очень небольшое количество полных ответов, перекрестные нежелательные явления. В общем-то стало понятно, что появление новых похожих препаратов уже мало что изменит в эффективности терапии метастатического почечноклеточного рака. И вот, наверное, с 2016 года, когда стали доступны результаты использования первых иммуноонкологических препаратов, вот эту дату следует считать новой страницей в терапии метастатического рака почки, когда мы получили совершенно уже другие и новые результаты, которые впечатляют нас сегодня ничуть не меньше, чем 10 лет назад эффективность тирозинкиназных ингибиторов. Ну, в общем, наверное, не надо подробно останавливаться на том, что рак почки, так же как и меланома, исторически считались иммуногенной опухолью, целый ряд клинических феноменов. Это подтверждали эффективность иммунотерапии, которую мы видели все-таки у пациентов, об этом свидетельствует. Также почечноклеточный рак относится к числу опухолей с достаточно высокой мутационной нагрузкой, что все это, в общем-то, служило предпосылкой для того, чтобы использовать новые иммуноонкологические препараты и для лечения рака почки. И вот первое исследование, результаты его в 2015 году были представлены, когда появились результаты эффективности невлумаба. Этот препарат использовался у пациентов уже после прогрессирования на фоне стандартной терапии тирозинкиназными ингибиторами. И, в общем-то, единственным стандартом для второй линии терапии являлся эверолимус, который и был выбран в качестве контрольной группы. Вот интересно оказалось, что если говорить о выживаемости без прогрессирования, то, в общем-то, практически никакой разницы между двумя препаратами мы не увидели. И тем удивительнее оказались результаты по общей выживаемости. Чётко было показано и при первом анализе, и при последующих анализах. Чётко было показано преимущество невлумаба над эверолимусом. Мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования больше двух лет. Хочу напомнить, что это вторая и третья линия лечения. И только 20 месяцев на эверолимусе. Частота объективных ответов также для пациентов рефрактирных теразинкеназным ингибиторам тоже очень удивила. Мы знаем, что у эверолимуса частота объективных ответов очень невысока. И в основном единственное, чего мы можем добиться, это более или менее продолжительные стабилизации. Здесь у каждого четвёртого пациента в этом исследовании был зарегистрирован частичный ответ. Хотя, конечно, частота полных ответов также оставалась невысокой. Ну и медиана длительности ответа существенно не различалась. Было показано, что во всех прогностических подгруппах и благоприятного, и промежуточного риска, и в группе неблагоприятного прогноза, во всех этих подгруппах преимущества были на стороне эпилемумаба, вернее, неволумаба. И что удивило, что даже у пациентов с неблагоприятным прогнозом эффект неволумаба был ничуть не меньше, а даже больше, чем у пациентов с благоприятным прогнозом. Ну и, конечно, качество жизни пациентов, безусловно, имеет очень большое значение. И здесь явное преимущество было на стороне неволумаба, поэтому этот препарат в очень быстрое время стал новым стандартом терапии для пациентов при прогрессии на фоне ингибиторов тирозинкиназы, постеснив ранее использованные стандарты у этой категории пациентов. И если посмотреть на рекомендации НССН, то здесь мы также увидим, что неволумаб вошел в категорию режимов, которые рекомендуется в первую очередь использовать. Ну и на что обращают внимание, что в этой группе пациентов появилась и комбинация эпилемумаба и неволумаба. Она вошла туда на основании результатов исследования первой фазы, но, конечно, большой интерес и большие надежды связывались с использованием этой комбинации в первой линии терапии метастатического почечно-клеточного рака. Сразу хочу обратить внимание, что для рака почки, как и для других опухолей, была выбрана другая доза, другие дозы для именно комбинированной фазы, не те, которые использовались для вместостатической меланомы. И, в общем, уже было понятно, что переносимость этой комбинации должна быть лучше, чем то, что мы видели для меланомы. Здесь доза эпилемумаба была уменьшена до 1 мг, а доза неволумаба до 3 для комбинированной фазы. Дальше пациенты получали стандартную терапию неволумабом в монорежиме в стандартных дозах. И следует обратить внимание на то, что в популяцию, да, ну, во-первых, хочу сказать, что это на сегодняшний день самое крупное вообще исследование, третьей фазы, которая проводилась для метастатического почечно-клеточного рака, более тысячи пациентов туда было включено. Были представлены пациенты всех групп, прогностических групп, но большее количество пациентов имели промежуточный и неблагоприятный прогноз. И именно эти пациенты были выделены в качестве отдельной популяции, так сказать, имея в виду вот те эффекты неволумаба у пациентов, в первую очередь с неблагоприятным прогнозом. Что оказалось? Оказалось, что вот пациенты с благоприятным прогнозом как раз-таки почему-то не получают вот такого преимущества комбинированной терапии, в общем-то на что можно было надеяться, что мы тоже видим при целом ряде других опухолей. И первые анализы последующие показали, что частота объективного ответа у сунетиниба почти в два раза больше, чем на комбинированной иммунотерапии. И медиана выживаемости без прогрессирования также на сунетинибе значительно превышает этот показатель на комбинации двух иммуноонкологических препаратов. А вот в группе плохого и промежуточного прогноза явное преимущество за комбинированной иммунотерапией. Причем сегодня, когда доступны результаты уже 30-месячного наблюдения за пациентами, мы видим, что медиана общей выживаемости так и не была достигнута. И снижение риска смерти на фоне комбинированной терапии по сравнению с сунетинибом у этой категории пациентов составляет 34%. И обратите внимание, 60% пациентов живы после 30 месяцев от начала терапии. Такие же заметные различия были зарегистрированы и для выживаемости без прогрессирования. Если говорить о частоте объективного ответа, у пациентов с неблагоприятным и промежуточным прогнозом комбинация позволяла достичь объективного ответа у 42% пациентов. Причем хочу обратить внимание, что у 11% пациентов полные ответы были зарегистрированы. Для сравнения, сунетиниб давал нам только 1% полных ответов, длительность ответа на более 12 месяцев также была почти в 2 раза больше именно на комбинированной терапии. И особенность ответов на иммунотерапию – это их длительность, почти 90% пациентов удерживали ответ на фоне лечения. Если говорить о различиях в эффективности комбинированной иммунотерапии у пациентов с экспрессией PD-L1 с наличием и отсутствием экспрессии, то мы видим, что независимо от того, экспрессирует опухоль PD-L1 или нет, преимущество также за комбинированной иммунотерапией. Но посмотрите, пожалуйста, у пациентов с прогрессией, тут уже мы не говорим про 50%, но даже при наличии экспрессии больше 1%, частота объективных ответов достигает почти 60%, и при этом уже частота полных ответов 16%. По раннему нашему предшествующему опыту комбинации таргетных препаратов, теразинкеназных ингибиторов мы каждый раз сталкивались с проблемой высокой токсичности. Вот здесь нельзя не удивиться тому, что, конечно, все пациенты и в одной группе, и в другой, все пациенты испытывали те или иные нежелательные явления, но посмотрите, частота клинически значимых выраженных нежелательных явлений в комбинированной терапии, а мы знаем, что не так проста эта терапия для переносимости, но тем не менее значительно меньше выраженных осложнений у пациентов, получающих комбинированную терапию в сравнении с унитенибом. Тот факт, что несколько больший процент пациентов потребовалась отмена терапии, объясняется тем, что для таргетной терапии у нас есть возможность снижения дозы при развитии выраженных нежелательных явлений, и у иммунотерапии таких возможностей нет, и если мы действительно столкнулись с серьезным видом токсичности, то мы вынуждены отменить терапию. Вот этим объясняется такой некоторый перевес в частоте отмены терапии из-за токсичности. Ну а спектр нежелательных явлений, в общем-то, практически такой, с которым мы встречаемся практически при любом виде опухоли. И еще повторно обращаю внимание на качество жизни пациентов, здесь также мы видим явное преимущество на комбинированной иммунотерапии. Вот такие результаты тоже привели, в общем-то, к такому нечастому явлению, когда комбинация эпилемумаба и неволумаба попала в рекомендации русской еще до ее официальной регистрации. Да, здесь есть сноска о том, что назначать такую комбинацию можно по лечению врачебной комиссии, но сейчас нам уже и этого не требуется, потому что в феврале этого года комбинированная иммунотерапия была зарегистрирована в нашей стране, и у нас, в общем-то, все юридические основания есть для того, чтобы использовать этот вид лечения в качестве первой линии у пациентов промежуточного и неблагоприятного прогноза. И, в общем, мы видим, что эта рекомендация попала и, естественно, в НССН-овские рекомендации, при этом допускается использовать комбинированную иммунотерапию не только у пациентов с промежуточным и неблагоприятным прогнозом, но и у отдельных пациентов с благоприятным прогнозом, особенно если опухоль экспрессирует PD-L1, и есть, скажем, противопоказания для назначения таргетной терапии. Ну и о том, что, в общем, очень большое количество наших пациентов нуждается в такой терапии, говорит тот факт, что, в принципе, по данным исследований, ну, где-то примерно 20-30% пациентов имеют благоприятный прогноз. Да, вот мы все хорошо уже знаем эти факторы неблагоприятного прогноза по модифицированной системе Хенга. И пациенты, которые не имеют ни одного из перечисленных выше факторов, это не более трети, я думаю, что для нашей российской популяции это количество еще меньше. При наличии уже хотя бы одного из перечисленных 10 факторов, пациент попадает автоматически в группу промежуточного прогноза, при трех факторах это уже неблагоприятный прогноз, и у этих пациентов сегодня, безусловным стандартом лечения является именно использование комбинации. Конечно, как и при других опухолях, лечение не стоит на месте. Сегодня большой интерес вызывают попытки и комбинации иммуно-онкологических препаратов с уже используемыми тирозинкиназными ингибиторами, таргетными препаратами. Для этого есть и доклинические предпосылки. Показано, что тирозинкиназные ингибиторы, помимо антиангиогенной активности, обладают еще и монондулирующим эффектом. Они увеличивают степень инфильтрации опухоли иммунными клетками, снижают уровень регуляторных клеток, и таким образом могут действовать синергично с иммуно-онкологическими препаратами. Но сразу хочу обратить внимание, что на сегодняшний день единственной зарегистрированной комбинацией и в других странах, и в нашей стране пока является только комбинация эпилемаба и неволумаба. Другие многочисленные комбинации, тут только часть представлена, они сейчас на разных этапах клинических исследований находятся. Но, в общем-то, уже понятно, что и многие, и часть результатов уже доступна, я об этом скажу, и в ближайшее время у нас появятся новые комбинаты ингибиторов PD-L1 и ингибиторов VGFR. И тут сразу встанет целый ряд новых вопросов, потому что надо будет заново выстраивать алгоритмы терапии уже с использованием вот этих новых комбинаций. На сегодняшний день нет ясности, каким образом сравнивать эффективность новых комбинаций. Вы видите, что все они сравнивались именно с сунетинибом. И вот как определить роль и место каждой комбинации в лечебных алгоритмах, сегодня пока, в общем-то, остается вопросом. Но те результаты, которые у нас есть по комбинациям, они очень по новым комбинациям оптимистичны. Одной из таких является комбинация пембролизумаба и оксетиниба в сравнении с сунетинибом. Основная задача исследования – это была общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. И, в общем, мы видим, что по прогностическому, по категориям прогноза, в общем-то, в этом исследовании были представлены все пациенты. Ну, у пациентов с неблагоприятным прогнозом было, может быть, несколько меньше. И каковы результаты сегодня представлены? Сейчас, одну минуту. В общем-то, мы видим, что комбинация пембролизумаба с оксетинибом действительно продемонстрировала преимущество и в отношении общей выживаемости, и в отношении выживаемости без прогрессирования. Общая выживаемость пока данной незрелая, она не была достигнута. А вот медиана выживаемости без прогрессирования – 15 месяцев на пембролизумабе с оксетинибом. Частота объективных ответов, в общем-то, поражает воображение, это уже 60%. При этом частота полных ответов на комбинации – 6%. Во всех прогностических подгруппах комбинированная терапия была лучше, чем сонетиниб, включая и пациентов с благоприятным прогнозом. И вот в этом году были представлены отдельно дополнительный анализ, который был проведен на группе неблагоприятного и промежуточного прогноза. И, в общем-то, данные оказались очень и очень оптимистичные. 12-месячная общая выживаемость была 87% в сравнении с 71%. Медиана выживаемости без прогрессирования – 12 месяцев в сравнении с 8%. Частота объективного ответа в этой группе, посмотрите, пожалуйста, почти 56%, в том числе у 5% полные ответы были зарегистрированы. Еще одним примером успешной комбинации является комбинация авилюмаба с оксетинибом. Особенностью популяции этих пациентов и особенностью дизайна исследований было то, что первичная задача была показать выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость именно у пациентов с PD-L1 экспрессией. Хотя в этом исследовании также были представлены и пациенты, не имеющие экспрессии. И задачи были выполнены этим исследованием, потому что четко показано преимущество медианы выживаемости без прогрессирования как у пациентов с экспрессией PD-L1, так и в общей популяции пациентов. В общем-то, почти в два раза медиана выживаемости без прогрессирования была выше. Частота объективного ответа также оказалась существенно выше и в этой группе 55% и в общей популяции. Правда, частота полных ответов была не очень высока. В этом году был представлен дополнительный анализ, где была еще раз проанализирована эффективность в зависимости от PD-L1 экспрессии. В принципе, подтверждены уже ранее полученные данные. Но интересно здесь обратить внимание, что комбинация была лучше и в общей популяции пациентов, и у пациентов с PD-L1 экспрессией. Но посмотрите, все-таки PD-L1 экспрессия здесь действительно оказывала негативное влияние на эффективность лечения, потому что медиана выживаемости без прогрессирования была всего лишь 14 месяцев, а у пациентов, не экспрессирующих, 16 месяцев. Таким образом, сегодня понятно, что иммуно-онкологические препараты стали новым стандартом лечения метастатического рака почки, пока еще метастатического, потому что программы одевантного использования и новых иммуно-онкологических препаратов, и уже новых комбинаций, они сейчас находятся на этапе исследования. На сегодняшний день зарегистрирован пока неволумаб в монорежиме для второй и последующих линий терапии, после прогрессирования на теразинкеназных ингибиторов. И пока зарегистрирована одна комбинация эпилемумаба с неволумабом для первой линии терапии пациентов с промежуточным и неблагоприятным прогнозом. Но уже в ближайшее время те результаты, которые представлены сегодня, позволяют рассчитывать на то, что и новые комбинации будут зарегистрированы. Ну и, конечно, перед нами встанут новые задачи и по поискам предсказательных маркеров эффективности терапии, и по выстраиванию правильного лечебного алгоритма для наших пациентов. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Галина Юрьевна. Коллеги, один вопрос буквально, потому что времени уже у нас мало. Алексей Викторович. Ну вот это, кстати, было показано для именно комбинированной иммунотерапии. Я думаю, что здесь дело в том числе и, возможно, в иммуногенности опухоли все-таки неблагоприятный прогноз. Мы знаем, это и быстрое прогрессирование заболевания, целый ряд клинических неблагоприятных характеристик. Мне кажется, что это все-таки большая иммуногенность, возможно, большая опухолевая нагрузка в этих опухолях. А вот другие комбинации, пембролизумаба, например, с оксетинибом, продемонстрировали свою эффективность и при благоприятном, и при промежуточном, и неблагоприятном прогнозе. Продолжение следует...